Ого, Технозон.Инфо на июль 2023 года. Такие самые замечательные события по тематике моего канала. Да, раньше я начинал когда-то эту тему, но я ее забросил, а сейчас я и решил возобновить. Уж очень много интересных новостей появляется, которые мне нужно обсудить, и которые, честно говоря, на стриме я обсуждать не очень-то хочу. Ну, в общем-то, на канале Технозон сегодня обсудим мы блокировку рекламы в YouTube, вернее борьбу YouTube с этой самой блокировкой, что же будет совсем в ближайшем будущем, а точнее до конца этого года. А также поговорим, почему онлайн-торренты умирают. Да, я произнес это слово, о боже, и пускай YouTube не переживает. Нет, мы не будем показывать, как их смотреть онлайн. Мы как раз поговорим, почему жадность фраера сгубила, и почему люди вот такие вот, честно говоря, немного недалекие с этими самыми торрентами онлайн. Так что, поехали. Сейчас на главной странице нашего канала, и вы видите, у меня здесь надпись премиум. Премиум DE, потому что я, да, честно говоря, в Германии сейчас, на текущий момент. Но не стоит забываться, я оплачиваю премиум, оплачиваю премиум и в Украине, и в Германии, и тут вопрос в другом. Что сейчас YouTube начал тестировать функцию отключения адблокеров, таких себе, которые блокируют рекламу на самом YouTube. Да не только на YouTube. Как мы знаем, эти адблокеры работают не только с YouTube, они работают на любой странице, на которой есть реклама. И если на другие страницы YouTube, вернее, Google абсолютно плевать, то, честно вам скажу, им абсолютно не плевать на YouTube на фоне падения тотальной выручки с того момента, как в России отключили рекламу, вернее, возможность рекламировать. Но об этом мы тоже сейчас поговорим, потому что россияне-то радуются там, ааа, у нас примака нет, у нас рекламы нет. Сейчас я вам расскажу, что будет, инсайдерская инфа подъехала. Но перед этим подписываемся на мой канал и нажимаем, конечно же, на колокольчик. Так вот, то ли на фоне того, что будет с рекламой по всему миру, вернее, даже там в тех регионах, где ее нет, то ли на фоне того, что действительно нужно зарабатывать больше денег, YouTube принялся работать над блокировкой, скажем так, этих самых адблокеров. И многие пользователи сейчас, я вам показываю сейчас картинку, как это выглядит, но уже сейчас пестрит все сайты там. Это Нердист, да, это у нас Нердист, то есть, грубо говоря, очень много разных источников, я их тут перерыл, огромное количество, где пишут о том, что блокируют. У меня есть немного инсайдерской инфы, но что же происходит? Дело в том, что YouTube, откровенно говоря, то есть, они хотят ограничить доступ к своему сервису для пользователей, которые используют программы для блокировки рекламы. То есть, если у вас стоит отблокер, то вы можете посмотреть максимум три видео, и после этого на ваш аккаунт блокируется возможность просмотра каких-либо видео с YouTube. Но, честно вам скажу, не знаю, как это будет реализовано, допустим, для других браузеров. Сейчас пока речь идет о хроме, этим самым они стимулируют покупку премиума, и тут вот россияне скажут, а вот как будет у нас с Россией реклама, потому что, ну, как бы со всем миром понятно, с Россией непонятно. Хочется, чтобы им тоже хреново было. На самом деле, все будет очень весело. Дело в том, что не зря-то в Китай летают министр финансов и все остальное, и все эти договоренности возникают. Китай очень быстро, США нашли общие точки непрекламения. Один из этих пунктов, это то, что Китай теперь будет покупать рекламу напрямую у гугла. Так как Китай для себя открыл рынки России и продают туда, откровенно говоря, начинают машин, заканчивая всякой фигней, то, конечно же, логично было бы, чтобы Китай закупал рекламу, потому что им реклама нужна. А рекламироваться на одном из самых распространенных ресурсов они не могут. И один из пунктов того, к чему готовится сейчас YouTube, это к тому, что он будет показывать рекламу релевантно для пользователей в России, при этом в российские блогеры на этом зарабатывать абсолютно ничего не будет, а реклама будет. Так вот, именно под вот это все дело их готовится, не только под это, там очень много, они хотят простимулировать рынок премиума, и плюс под это все дело готовится вот эта программа блокировки от блог. Как, что же происходит? Многие сейчас из вас напишут YouTube One Set, потом, что там еще, SmartTube Next, они будут работать всегда, мы победим, там, RedTube разные. Так вот, вы вообще знаете, как происходит процесс написания того же SmartTube Next? Берется открытый API от YouTube, который есть, то есть ты можешь действительно взять API, который открыт для разработчиков, и использовать его, и, конечно же, писать сторонние клиенты. В данном случае все думали, что YouTube, откровенно говоря, все равно на то, что делают такие программисты. Нет, YouTube изучал все возможные дыры для того, чтобы, а, закрыть в своем API, и если это не поможет, даже ведется речь за кулисой, чтобы закрыть. То есть они сейчас дорабатывают максимально клиент YouTube, чтобы вы понимали, в новом клиенте YouTube будет и звук 5.1, но он уже на некоторых сертифицированных TV-боксах появляется, то есть будет звук 5.1, объемный, в Dolby Digital Plus. И, что немаловажно, они в один момент возьмут и рубанут свой API, после чего перестанут работать клиенты, такие, как SmartTube Next, как, допустим, тот же самый, там, TubePipe, или что у нас там еще есть, YouTube Revanced, да, ну, кстати, давайте, та же самая история с Ванседом. Сейчас работает Revanced, как левая разработка, Вансед-то они прикрыли, прикрыли, притом юридически, это была первая попытка получить какую-то реакцию, да, от разработчиков. Никто не захочет тягаться юридически с YouTube, вы бы хотели, я нет, я вам честно говорю, поэтому это может дойти до таких интересных моментов. Дело в том, что попутно, работая над отблокерами, они, видите, как они больше на YouTube, я думаю, что многие отблокеры могут пострадать. Да, многие будут пытаться работать с тем, чтобы обойти эти ограничения API и получить какие-то, ну, получать какие-то потоки сторонними клиентами, но будьте готовы к тому, что эти клиенты вы будете обновлять по два раза на день. Я вам серьезно говорю, YouTube сделает какие-нибудь обновляемые ключи шифрования ежедневные и все, и вы просто изведетесь, вы будете по два, по три раза на день обновлять, и, ну, если в нормальных странах, допустим, там, вы можете пойти купить примак, то там, где нет премиума, вы его купить не можете, что вы, вы будете все равно смотреть рекламу, ну, в данном случае, по большей части, китайских производителей или тех производителей, которые готовы платить за рекламу за рубежом, а рекламу, чтобы транслировали в России. Вот такая вот, получается, интересная ситуация, и такое будет, потому что это вот, я вам, я сейчас делюсь инсайдом, как и раньше делился некоторыми инсайдами, которые сбывались. А вот, допустим, каких-то оптимистов из России, я хотел бы немножко убавить их пыл, потому что многие мне писали, вот у меня были дискуссии там в чатах, были дискуссии в комментах некоторых, на некоторых платформах. Мне писали, ну вот, заблокируем, мы закроем тогда вообще YouTube тут нафиг, и что у вас останется? YouTube, Zen, но тут вопрос в другом, вопрос в том, что останется у России, и тут из этого вопроса перетекает к следующему, к следующей теме этого видео, это торренты онлайн умирают. Ну, с этим мы поняли, да, то есть мы придем к тому, что от блока не будет, и Россия начнет смотреть, скажем так, видосики с рекламой, и никуда они от этого не делаются. Ну, либо на YouTube пойдут смотреть каждые, там, 15 секунд эту рекламу, или каждые, там, полторы минуты, не помню. Короче, что происходит у нас с торрентами? С торрентами происходит все очень-очень плохо. Почему? Потому что на заре появления возможности онлайн-просмотра и развития таких моментов, как Matrix, как A-Stream и тому подобное, то есть, ну, все было хорошо, да. И пока это не было массово, все пользовались им, потому что было огромное количество людей, которые скачивают эти самые торренты и раздают их потом. До чего же мы докатились? Сам по себе, в момент того, что интернет развивается, появляется больше скорости, нет необходимости закачивать. Все думают, что торренты, они безгранично хранятся у кого-то, и кто-то такой добрый на канале, например, 100 терабит раздает всему миру торренты. Нет, это происходит не так. На текущий момент я могу уже с уверенностью сказать, что на 90% торрент-просмотр онлайн вообще торренты, торренты как фильмы, мертвы. Мертвы, просто мертвы. Если вы сейчас зайдете на любой торрент-трекер и посмотрите популярные раздачи, то популярные раздачи там очень мало раздающих. На то количество онлайн-просматривающих уже не хватает раздающих, это раз. Во-вторых, раздающие тоже не дураки, они отключают раздачу, то есть они скачали и для себя посмотрели. Раздачу они отключают, потому что именно онлайнеры, ну, у вас постоянно гонит исходящий трафик. У некоторых это записано на старых компах с трещоточными, вот этими дурацкими винтами или на насах, да, с громкими винтами. Когда оно постоянно трещит, тоже никого не устраивает, это все дело с раздачей. Но тут вот такой вопрос, смотрите, все стремились купить помощнее приставки, которые будут тянуть торренты онлайн. Все стремились подключить 1000 мегабитный интернет. По факту мы получаем на текущий момент то, что раздающие есть на раздачах, ну, максимум до 10-20 гигабайт. Конечно же, некоторые находятся торренты, которые там до 60-ти, до 100 гигов, супер популярные, на которых еще как-то раздающие стоят. Но посмотреть зачастую, зачастую такой торрент онлайн невозможно. И тут вступило вот это вот правило жадности, вашей жадности, мои дорогие зрители. Потому что каждый думает, ну, чё я буду качать себе вот этот фильм, кто-то с меня будет смотреть, я раздаю этот трафик, зачем оно мне надо вообще? И в конечном итоге так подумали все и дошли до того, что на многих торрент-трекерах уже начали набирать целые группы модераторов, так называемых хранителей, которые выкачивают себе торрент-раздачи и хранят их у себя, пытаются раздавать для того, чтобы они не загнулись. Это проблема. Это проблема для нас, но это стало триумфом для правообладателей. Чтобы вы понимали, на фоне этого всего, само собой, начала расти выручка у тех же самых стриминговых сервисов. Даже пользователи из России, которые там сильно кричат, что они готовы смотреть всю пиратку, им пофигу на всех этих правообладателей, ничего подобного. Те же самые кинопоиски, дерут с них деньги. В конечном итоге эти пользователи идут и начинают покупать контент. Потому что всех задолбал тот момент, что ты начинаешь смотреть фильм, и один определенный момент, там на 10, когда ты уже посмотрел 30-40 минут, он оп, заикнулся. И что ты только ему не делаешь. И вроде бы и раздающие есть, вроде бы и раздающие есть, и посмотреть невозможно. А вот теперь, почему же нельзя посмотреть торрент онлайн, или он заикается даже при огромном количестве раздающих? Потому что остаток раздающих, которые остались на торрент-раздачах, это те люди, которые не могут позволить себе очень быстрый интернет. И получается, что выкачивают нищенские раздачи. Ну, грубо говоря, сейчас на раздачах есть только, которые вот эти вот экранки, ТС-ки, 1-гиговые, да, там максимум до 20 гигов, пока фильм новый. Ну, максимум 2-3 месяца. А потом там уже никого не найдешь. Там заходишь, и там все, 0-0-0 пира, все. Если есть там десятка-два пиров, то все, ребят, никого нету там. Эти пиры, они мертвы, потому что это дело выкачал человек, у которого нет реального интернета, чтобы смотреть онлайн. И получается, сейчас очень многие начинают меня пинать и кричать, ты сказал, что этот ТВ-бокс способен воспроизводить торрент до 100 гигов. Способен при наличии большого количества качественных раздающих. И по факту, вот эта вся жадность вас, как тех, кто не хочет закачивать, то есть ты хочешь, скачай, посмотри. Я понимаю, там все хотят смотреть онлайн, но все онлайн смотреть не смогут. Это невозможно, потому что кто-то должен в этот момент раздавать. И в данном случае, ну, сыграли мы все, получается, все пользователи просто-напросто на руку правообладателя. И на данной ноте я могу действительно констатировать, что на 90% торрент онлайн, он мертв. Вот, если вы со мной не согласны, аргументируйте. Аргументируйте, покажите мне, допустим, я вам даю раздачу, вот на которой 3 месяца. И вы мне показываете, как она работает на вашем хуилиард мегабитном интернете с 100-500 миллионными ядерным ТВ-боксом, как он работает онлайн от начала и до конца. Так, да никак, потому что на заре этого всего развития ты мог даже нормально перематывать, ты мог этот, а сейчас ты можешь перематывать сколько, 10, 20 гигов, 265 кодеки, и то пока там, ну, 2-3 месяца. Покажите мне торренты, которые живут год. Нет уже их. И никто их после этого не хранит. Раньше люди обменились, это была целая культура, это как книга. Ты взял книгу, дал почитать другому. А здесь ты подсматриваешь, получается, сзади, да, ты подошел и сзади подсматриваешь то, что человек взял и держит у себя в руках. То есть здесь получилась ситуация, что человек взял книгу, читает, а ты подсмотрел, а ну все классно, мне нафиг не надо заморачиваться, эту книгу всегда держать. Вот такие вот дела. Еще интересный момент возникает для пользователей России, которые кричат, да пофигу на ваших правообладателей, отключат нам интернет и торренты, мы будем смотреть, будем тут внутри качать. А вы знали, что, для россиян я говорю, вы знали, что основные торрент-трекеры расположены вне России, вот отключат глобальный интернет. Вы знали, что вообще тестируют уже там у вас отключение глобального интернета, чебурнет тестируют уже. И знаете, что будет? Просто-напросто, ну, не будет торрентов. Их просто не будет. Их скачивать будет не откуда. Потому что если не будет выхода на внешний мир, а они над этим... Это же, вот, кстати, новость вот эта насчет того, что тестируют тотальное отключение интернета. Она же накладывается на новость о том, что приезжали еще в марте месяце 40 сотрудников каких-то там интеллектуальных служб в Китае для полной блокировки Ютьюба для начала. Но уже идет вопрос о полной блокировке интернета для того, чтобы народ вообще не думал ни о чем и не мог вообще получить доступа любой информации, которая есть за рубежом. Вот такая вот ситуация. Так же и с торрент-трекерами будет. Поэтому по итогам сегодняшнего инфо мы лишаемся от блока на Ютьюб. И, конечно же, ваша жадность приводит к тому, что онлайн-торренты умирают. Но тут уж есть как есть. Следим за новостями. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok